Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на наш Мукбанк канал! Сегодня у нас чего только на столе нет. Вот это кабачки с... Водки нет, пива нет, коньяка нет. Соседка готовила. Вот это кабачки с йогуртом соседка готовила. Вот это шпинат по-корейски я готовила. Вот это соседка готовила. Кабачки в томатном соусе я готовила. Аджика. Кадихе с брокколи. Как это называется, мы закатывали? Сатэ. Сатэ из баклажанов, консервированные помидоры, оливье, дымлама, рис, ссылочки на рецепт аджики, кабачки в томате, шпинат по-корейски, кадихе по-корейски, сатэ на зиму, консервированные помидоры и дымламу мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита! Приятного! Очень вкусно! Вкусно! Так, шпинатик полезный? Да. А салфетки? У нас Михаил сегодня за кадром, а Олег занимается. Но Миша уже все схрумкал. Шел с затыками. Очень вкусно! Хочу попробовать блюдо от соседки. Что он тут добавляет такое вкусное, а? Какая-то специя! Спасибо, Миша! Спасибо! Попробуй! Ну вот какая-то специя! Я чувствую лимон есть, немножко кислота. И специя-таки какая-то. Это пробовать? Любое. Это тоже попробую. Угу. Да? Угу. Кабачки на терку. Натерли через терку. Что-то еще добавили? Йогурт, арахис, орехи грецкие. Специи. И все такое-такое нежное-нежное. Очень вкусно. У нас у соседки золотые руки. Учитывая цена на овощи здесь. Все это еще и стоит недорого. Ммм. Ммм. Можешь пробовать? А? Дым-ламу, да. Ммм? Дым-ламу, да. Дым-ламу не надо. Дым-лама уже. Несколько дней холодильники лежит. Ну, вкусно. Будем делать тогда. Не знаю. Давай, пробуй. И это? Это очень нежное. Ммм. Чего это такое, Кабачки? Кабачки. Кабачки, нут. Кабачки. Кабачки. Главное, что горячим, что холодным. Одинаково вкусно. понравилось оливье будешь пробовать все на нашем столе самое острое это оливье там твоя ложка в оливье хочешь забери ее колбаски будешь пробовать поп шутит вкусный сегодня обеда ужин ты отдаешь пожалуйста оливье вчера готовили а вот это наверное неделю назад если не больше пришла пора дать папе покушать обычно так банан достаются сегодня салатик еще иногда тебе кашульки от яблок достаю выкинуть хочу а он я съем дай там все витамины обалденно кабачки здесь темно-зеленые так называемые эти тюкини тюки не до аккуратно получилось это очень вкусно такая нежнятина не пробовал ты про эту ложку говоришь а мне только не видно вот эту одну непонятную штуку и все остальное я вот какой-то вкусной добавкой и неожиданного цвета кабачок там понятно что кабачок а что тебе неожиданного тут но йогурт обычно менее зеленый бывает ну а кабачок здесь еще аджика будешь кабачки еще кабачки тоже острые по моему вкусно салат барт all inclusive пришел быть в номер свет горит вода льется кондиционер не выключается звоню на ресепшен чего-то фигня а мне говорят all inclusive все включено поздравлять надо кого-то не знаю хочешь салат доесть я мечтал вот это повезло детей салат был в меню как вы поняли на копыльщика пятница тринадцатая была суббота четырнадцатая воскресенье пятнадцатая снимаем на воскресенье да угу посмотрим вопрос жанна ходиева привет мои малоежки приятного аппетита ко всем вопрос не хотели бы жить в тенге В частном доме, с садом и огородом. Спасибо, Жанночка, за вопрос. С садом и огородом в частном доме хотел бы жить. Спасибо, да, за вопрос. Но, наверное, может быть и хотелось бы жить в частном доме. Но вот чтобы сад, огород сильно неохота. Может быть, травкой засадить. Газончик, бассейн. Газончик поставить, бассейник сделать. Где-нибудь грязочку для кинзы, петрушки, краешку где-нибудь. И этого, чтобы денег хватало на садовника, который будет ухаживать за бассейном. Газон стричь. Какой-то это, рабовладельческий строй, тут ты описываешь. Садовник. Личный бассейн. Уборщик. Это или какие-то фантазии из фильмов для взрослых. Или рабовладельческий строй. Не, сильно огородом мы не увлечены. Хотя, я один раз читал какое-то длинное, такое, как это, пространное объяснение. Про мой знак зодиака, бык. Там написано, что однозначно мне подойдет работа, которая связана с сельским хозяйством. Но я вообще с сельским хозяйством очень далек от него. Максимально близко к нему бываю, когда я иду на рынок, покупаю овощи с фруктами. Это самая максимальная близость. Ну да. Ну еще работал на нефтебазе, к нам колхозы приезжали, покупали нефтепродукты. Вот это было КФХ, колхозно-фермерские хозяйства какие-то. И уже разваливающиеся колхозы. Колхозы, совхозы. Все. На дачу меня таскали все детство. Честно говоря, я не очень был фанат этого дела. Плюс еще машины не было у нас. Мы с утра пораньше подрывались, шли на электричку, ехали на дачу. Там целый день работали. Вечером ехали обратно. А на середине опять шли на электричку, ехали на дачу. У нас домика какого-то время, какое-то время не было на даче. А потом он появился и он был нежилой. В нем можно было поставить лопату, граблю, тяпку. Спрятаться от дождя. Ну и присесть покушать, например. Как-то там изловчиться. А вот чтобы там переночевать, там даже полов не было. Ну вы все дачные домики представляете себе. Это там стены в пол кирпича. Палки там на крышу, фиг знает откуда оторванные. В 80-е годы такая проблема была с этими, с леса, со всеми строительными материалами. Это прям ужас. Помните фильм был? Там Джигарханян, Куравлев и Барандуков ходили, дома сносили. На таком тракторе подъезжали, бах, и дом в Древесге. А перед этим там они старались там, что могли оторвать, продать там и так далее. И у них очередь состояла за вот этими материалами строительными, которые там они надыбали на стройке. Вообще реальная ситуация так и была. Ни одну палку нельзя было купить. А если где-то что-то, эту новую палку где-то возьмешь, АБХС смог тормознуть и спросить, где взял. Они же нигде не продавались. Нельзя было купить нигде доски просто. Поэтому некоторые люди знают, как делали. Была возможность остроим материал где-то взять. Ну, не будем уточнять судьбу, где это место они нашли. Но у меня знакомый рассказывал. Пришел к одной женщине. Она говорит, хочу сарайчик, не, крылечко справить к дому. Или терраску. Ну, пришел, типа на работу нанялся шабашный. Говорит, а где доски? Говорит, пойдемте. Заводит сарай. Говорит, вот. Говорит, что вот. Я, говорит, сперва не понял, такой раз по сторонам, что надо. А потом лежу, какой-то сарай внутри намного меньше, чем снаружи. А он снутри обшит досками в несколько слоев. Разной толщины. Там и половая доска, и брусок, и что только нету. Говорит, вот это да. Она говорит, вот отрывайте, говорит. И хотите, я вам за работу заплачу досками, если нужно. Хотите, деньгами. Подобный случай у другого моего знакомого. Он работал сварщиком. Он тоже самое приехал к нему, там, к одному. Мужичку сварить кессон. Кессон это погреб такой металлический, чтобы вода не заходила. Он говорит, а где металл? Он говорит, ты на нем стоишь. Я говорю, стою на полянке, на травочке. Он мне дает ломик. Тюк. А там в несколько слоев, слоев, наверное, 20-30 металла лежит листовой. Большие такие листы. Он говорит, привозил, землей присыпал. Когда появилась возможность и потребность, этот металл раскопал. Так что такая вот жизненная история. Я думаю, много может добавить своего. В общем, если резюмируя, то мы не хотим дом с садом и огородом. А дом с бассейном и с лужайкой. Цветочки тоже не хотим садить. Дальше. Они сдохнут. Юлия, любимая. Хоть раз в жизни передайте мне привет. Ни одного видео не пропускаю. Юлечка, огромный вам привет. Привет, привет. Анна Ким. Здравствуйте, Ольга и Алексей. Приятного вам аппетита. Когда вы кушаете, очень хочется покушать с вами. Могли бы вы передать привет моей маме, ее зовут Надежда. И моей племяннице, ее зовут Ариша. Огромное вам спасибо. Уважаемая Надежда и Ариша, огромный вам привет. Привет, привет. Мишаня, у тебя твою подушку видно в кадре. Светлана Пауль. Я смотрю, мои малые жатки молодцы. Едят, что Ольга приготовит. Если что, то они вообще... Если что-то, что они вообще кушать не будут. Есть ли что-то, что они вообще кушать не будут. У нас Миша самый-самый большой привереда. Не будет есть оливье. Не будет есть много чего. Все, что здесь на столе лежит. Не стал даже пробовать кабачки с йогуртом. Не будет есть... Что не будет есть? Он любит, короче, колбаску, мясо, все, что с тестом, с фаршем связано. Любит салат помидоро-огуречный. Все остальное, всякие баклажаны, кабачки не будет есть. Миша много чего не будет есть. Он очень такой... Он очень любит кушать. При этом он самый избирательный во всей нашей семье. Что касается Олега, то, в принципе, нет блюда, которое бы он не стал есть. Он не ест шпинат по-корейски, но исключительно из-за того, что ему категорически не противопоказан шпинат. Не из-за вкусовых каких-то там недовольств своих, а именно из-за того, что шпинат категорически запрещен. Ему там много чего запрещено. Этот список, если листать, там скорее вопрос возникает, а что-то вообще можно есть ему или нет. Да. Поэтому вот Олег все ест, Миша много чего не ест. Из стоящего вот на столе, видите, он чуть-чуть попробовал кабачки опять-таки. Миша, будешь еще кабачки? Какие? Которые... С дизорогом? Да. Давай. Давай, говорит. А то в прошлый раз больше не стал бы. Попробует, скажет, вкусно, но не буду больше. Вот. Что-то новое очень тяжело ему накормить. Очень тяжело навязать, накормить. Он не любит рыбу. От того, что она... Обожаю. Обожаю, говорит. Меняются, значит, у него, да, вкусовые пристрастия. Ну, раньше он даже в рот ее не брал, заставляли со слезами, с уговорами, с тем, что это очень полезно, что там фосфор, ее надо есть. В общем, прям как могли, так уговаривали. От косточек все отделяли, мякушку давали. И вот еле-еле он ротик свой открывал. Но сейчас говорит, что любит. А так, много ничего не любит. Никогда не попробует. Из корейских, мне кажется, кроме чимчи и морковча, он ничего и не ест, да? Но то чимчи будет есть в любое время с любимыми блюдами. И морковчу безостановочно. Никакие там нокты-ча, никакие там меги-ча, косари-ча, хе различные. Ничего не будет есть. Вот из корейского он только ест морковча и чимчи. То, что на столе стоит. Зеленая. Шпинат? Да. Так ты же отказался сейчас. Так он вкусный, наверное, не хочет. Ну, так что вот так. У Олега вообще нет проблем. Все, что я перечислила, все будет есть с большим удовольствием. Гулечка Бекназарова. Вопрос к моим хорошим мальчишкам, да? Мальчишкам, тогда чуть позже. Потому что один мальчишка у нас занимается, второй мальчишка сидит за кадром в труселях. Вот. Не подойдет в кадр. Он стесняет. Подробности было необязательно. Подробности, говорит, было необязательно. Но я объясняю то, что он не появится в таком виде в кадре. Поэтому чуть позже озвучим мальчишкам, когда они будут с нами рядышком сидеть. Так. Вопрос. Татьяна Василенко. Приятного аппетита вам, малоешки. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос к Ольге и Алексею. Какой в вашей жизни был самый безбашенный поступок? Заранее. Спасибо за ответ. Я прыгала с крыши на крышу. С собой. Тихо. Ну, в детстве у нас тоже какие-то были всякие. Мы гонялись по стройке рядом с домом. Нашим строился дом. Даже два дома, по-моему. С двух сторон от нашего дома. Мы там постоянно прыгали, с плиту на плиту прыгали, падали вниз. Специально в снег прыгали. При этом никто не знал, что там в снегу. Там мог быть куча кирпича или арматура. Но вот какие-то эти были такие движухи. Нельзя, говорят, лет до 18, 19, 20 у человека бесстрашие в мозгу. Ну да. Поэтому в этом возрасте в армию забирают молодежь. Потому что в этот момент они, так сказать, более героически себя чувствуют. А так-то особо, не знаю, безбашенный поступок, знаете, как необдуманный, да. Это обычно ты понимаешь, когда уже сделал что-то, да. Но так, чтобы он совсем был из ряда вон выходящих, слава богу, не было. А если не брать в расчёт детства, ну, в детстве я тоже вот, мы лазили по крышам, где там рой этих пчелиные дома, короче, тревожили нас, кусали осы, пчёлы. В общем, чё только не было. Ну, это в детстве, да. В детстве многие могут вспомнить много разных историй, да. А уже в осознанном возрасте. Нет? Да нет, наверное. А я в осознанном возрасте, уже будучи взрослой, в окно едущей электрички залезла. Ну, туда, может быть, я один раз вёз человека, короче, по работе, там ещё в Тамбовской области. А там трасса федеральная, идёт полоса туда, полоса обратно. То есть, ну, не такая она, назовём это трассой, но такая, так себе она. Вот. И мы спешили, выехал в обгон и пытался влезть между грузовиками. А они шли прям этот, прям нос в нос, друг за другом вот так вот прям ехали, не пускали. И я-то не знал, когда поехал это всё дело. Я уже доехал до него, и встречный КамАЗ идёт. И я, ну, куда деваться-то, лежу, КамАЗ не съезжает. Ну, я туда-то на обочину съехал, на встречную. Мой пассажир чуть не вышел, когда я всё делал. Ну, я сам тоже такая ситуация была, не специальная, как говорится. Ну, думаю, что кто за рулём ездит, много может тоже вспомнить случаев. Ну, как говорится, безбашенность – это удел молодых, наверное, да? Да. А так, если кто-то так в жизни нашей поступал, такие поступки совершал, потом мы как-то вспоминали их. Ну, ты знаешь, смотря ещё что называть безбашенностью. Потому что, например, наверное, кто-то может назвать безбашенностью наш поступок. Взять все-все-все имеющиеся деньги, приехать в чужую страну, вложиться, ещё немножко залезть в долги, без копейки денег остаться в чужой стране. Исключительно вот там буквально несколько тысяч рублей, которые на питание, да? До зарплаты. Спасибо зарплату нам наш работодатель не задерживает, да? Ну, вот одна зарплата, она формируется и как-то приходит более-менее в одно и то же время. Да, и кто-то скажет, что за безбашенный поступок, это как вообще такое возможно? Ну, действительно, когда вот так вот, знаете, задумываешься, оглядываешься и думаешь, блин, слава богу, спасибо огромное, боженьки, за то, что всё хорошо. А не дай бог вот, ну, кому-то какая-то помощь бы потребовалась, в том числе и медицинская, да? А мы без копейки денег в чужой стране сидим. Не, ну я знала всегда, что всегда мы обратимся к моим родителям, к Лёшинам родителям, к моим братьям, к нашим близким друзьям, что всегда нам помогут, может быть, вот эта вот поддержка, вот этот вот тыл, да, за которым мы, собственно, находимся, да? У нас очень хорошие друзья, близкие, огромный вам привет, я знаю, вы нас смотрите. Привет, привет, да. Вот, мы скучаем, ждём вас, вот, и друзей у нас несколько, которые бы готовы были бы в трудную минуту, даже не имея сами денежных средств, помочь, занять и так далее, но они просто знают нас, насколько мы порядочные, никогда просто так мы их тревожить не будем, это они знают прекрасно. Ну да, вот, и даже... И мы постарались их не тревожить. Даже, да, покупая квартиру, по возможности мы постарались никого близких не потревожить в плане финансовом, да? Мы спросили у наших хороших знакомых, есть ли у вас такая возможность? И нам сказали, что есть, ну и тогда мы уже приняли решение, что всё это в оборот пустить, да, все эти наши действия. Вот, а так мы знаем, что у нас есть несколько очень близких друзей, которые нам помогут всегда в трудную минуту, даже если сами не будут иметь такой возможности, да? Вот, у нас есть родные, поэтому, наверное, мы совершили такой отчасти безбашенный поступок, зная, что мы всегда, что есть люди, на которых мы можем положиться. Ну да. Как-то так, поэтому, опять же, повторюсь, смотря, что безбашенностью называть. И вот этот поступок, который мы совершили, тоже кто-то может посчитать мега безбашенным, прям вообще из ряда вон выходящим, да? Ну, для кого-то, да, для кого-то я хочу сказать, что для очень многих людей, как вот я в своё время и ты взяли и уехали в Москву, для многих это уже просто вверх какой-то безбашенности. Как этот человек взял и уехал в Москву? Ну да. Я поехал туда, когда вот я про себя могу сказать, поехал туда, у меня близких родственников, кто там, у меня там по работе что-то там мог там помочь и так далее и тому подобное, меня не было. Единственное, что дальние родственники сказали, говорят, ну приезжай какое-то время, сможешь у нас пожить. И я где-то, наверное, месяц я у них смог пожить, или неполный месяц. Ну, я и сам старался не задерживаться, потому что я, это была вторая моя попытка, потому что когда первый раз приехал, мне сказали, живи сколько хочешь, типа, ну. Я чувствовал, что я их напрягаю, но поиски я, времени не было на поиске адекватного жилья. И плюс ещё вот это то, что ты живи как-нибудь потом туда-сюда расслабляло. Я чувствую, что вот это, ну, было неправильно, надо было в первую очередь по работе зацепиться и где-то там что-то искать какое-то по карману, ну, жильё. Ну, да. Вот. Это вот у меня так было. У тебя там по-другому было, ну, тоже было, ну, уехать в Москву, такой не самый лёгкий выбор. И самое лёгкое было, так сказать, решение. Да. Поэтому я думаю, что многие, кто в Москву в своё время приезжали, не, как сказать, не с карманом денег, так сказать, потратить там, что-то там покутить, погулять, а вот таким вот образом свою жизнь перестроить, точно так же это всё делают. Потому что я когда выезжал, я вообще, я брал кредит дома у себя. У меня друг работал, выдавал кредиты, и он мне помог, так сказать, оформить его всё. И я какие-то там первые полгода работал, я часть там денег на этот кредит обратно возмещал. Вот так, друзья. Пишите, какие вы безбашенные поступки совершили уже, будучи в осознанном таком взрослом возрасте. Тоже будет интересно почитать. Ну, а мы будем уже заканчивать это видео. Всем спасибо, кто ел сегодня с нами. Спасибо всем за компанию. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите. Или привет, или вопрос. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите ещё. Увидимся снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok